Следующий доклад. Отрицательные стороны скрининга рака предстательной железы. Борчук Антон Алексеевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Большое спасибо за приглашение на сессию. Сразу хочу сказать, что я не уролог, поэтому простите. Я многое не знаю в этой области. Я попробую рассказать про сессию. Поэтому презентации не будет всей вот этой информации. Я не буду вам рассказывать про отрицательные стороны, про то, что такое биопсия простаты, не самая приятная процедура, про ее осложнение, про то, что у нас морфологи могут все перепутать, про то, что у нас не всегда следует протоколам, и новым протоколам, active surveillance, watchful waiting и так далее. Обо всем этом не будет. Вообще я не хочу рассказывать про отрицательные стороны, я хочу рассказать про баланс пользы и вреда. Давайте обсудим баланс. Потому что мне кажется, это важнее, чем обсуждать отдельно положительные и отдельно отрицательные стороны. И да, последний момент, я буду рассказывать про скрининг, а не раннюю диагностику. Я полностью поддерживаю, что необходимо проводить раннюю диагностику. И те пациенты, у которых пациенты уже, их действительно нужно обследовать и лечить, и оказывать им помощь. Мы говорим о пациентах, у которых нет симптомов, признаков, и которым мы предполагаем делать скрининг. Ну, что такое баланс? Вот у нас есть одна проблема, у нас перенаселение планеты есть, и надо что-то с этим делать, и надо не искать какое-то решение. И это вот отрицательное, чем нам нужно бороться. И вот одно из решений было предложено в фильме «Мстители» в последней части, когда планету можно просто уничтожить. И поэтому мы всегда должны взвешивать то, что мы хотим делать относительно тех нежелательных последствий наших действий. Вред и польза, когда мы говорим, в принципе, про скрининг, польза – это всегда снижение смертности среди тех, у кого выявляется рак. Итак, нежелательная сторона – это обследование тех, у кого нет заболевания, и гипердиагностика, то есть выявление тех опухолей, которые не станут причиной смерти у человека. Я не буду на этом останавливаться, потому что очень мало времени, есть ошибка опережения, и мы не должны оценивать выживаемость. В исследовании скрининга только смертность. И второй момент – откуда берется гипердиагностика у нас? Мы знаем, что есть опухоли с разным потенциалом прогрессирования и роста. И некоторые опухоли никогда не будут, мы не найдем их в течение жизни человека, они никогда не дадут симптомы и не станут причиной смерти. Именно они вызывают гипердиагностику. И на скрининге мы чаще будем ловить именно эти самые опухоли, которые мы не так или иначе все поймаем. Еще один момент, важный момент. В принципе, мы знаем, что есть рандомизированные исследования, и в реальной жизни сложно повторить их результаты. Но с исследованием скрининга всегда есть еще одна проблема. Это пример скрининга рака, рандомизированного исследования, скрининга рака предстательной железы, которое было проведено в Канаде. Одно из первых исследований авторы рандомизировали пациентов на две группы, а потом решили посчитать только тех пациентов, которые делали ПСА. При этом в группе, которых рандомизировали на прохождение скрининга, ПСА сделали только 7 тысяч из 30 тысяч человек. А в другой группе часть пациентов все-таки сделала скрининг. И вот так делать не надо. Это перпротокол анализис, а нам всегда в рандомизированных исследованиях нужно считать тех пациентов, которых рандомизировали. То есть этих 30 тысяч против этих 15. И что же на самом деле случилось в американском исследовании, которое не показало снижение смертности от рака предстательной железы? На самом деле это было плохое исследование, потому что скрининг рака предстательной железы действительно снижает смертность. И снижение смертности мы увидели в европейском исследовании. Основная проблема была, вот мы видим, что здесь есть снижение смертности, в американском исследовании и нет снижения смертности, но проблема американского исследования – это контоминация, смешение групп, когда пациенты в группе контроля в среднем получали просто чуть меньше ПСА-тестов, чем в группе наблюдения. Поэтому давайте мы не будем обсуждать исследование американское, будем обсуждать исследование, да, эти те же данные, европейское. Мы видим, что в европейском исследовании как раз все-таки группа контроля и скрининга отличались между собой, в отличие от американского исследования, где они были очень похожи по количеству выполненных ПСА-тестов. И говорить о каком-то эффекте скрининга в этой группе довольно сложно. В этом году были опубликованы 16 лет наблюдения, результаты рандомизированного европейского исследования скрининга. Что можно сказать по этим результатам? Ну, в первый момент мы будем говорить на тысячи условных мужчин в возрасте 55-69 лет. Положительный тест будет у 170 человек. Из них 140 будет выполнена биопсия. Следующий момент. В течение 16 лет у тысячи мужчин этих самых обнаружатся 116 случаев рака предстательной железы в группе скрининга и у 87 в группе контроля. То есть мы дополнительно найдем 31 опухоль предстательной железы. Что касается смерти. В группе контроля от рака предстательной железы умрет 8, где-то 9 человек, если быть точным, вот эта цифра 8.92 в течение 16 лет наблюдения. И в группе скрининга это будет 7.17. То есть мы видим, что снижение смертности – это 1-2 человека. Это порядка те самые 20%, о которых мы говорим. Относительное снижение риска 20%. Вот как это выглядит на графике. И самое… Мы видим, что увеличивается заболеваемость в группе скрининга, но при этом снижается смертность. Но вы посмотрите на масштаб. Тут немножко разный масштаб шкалы. Здесь у нас… Да, здесь у нас 0.05, например, а здесь у нас 0.06. Это немножко разные масштабы. Именно об этих масштабах стоит поговорить. Это тот самый баланс. Если все это суммировать, в течение 16 лет 170 человек положительный тест будет, 140 выполнят биопсию. В течение тех же 16 лет будет обнаружена в группе скрининга дополнительно 31 опухоль. Так, это что-то я не дописал. И в итоге, да, минус 20% снижения смертности, 1 или 2 смерти будут предотвращены. Еще одна важная цифра. Нужно… В течение 16 лет нужно выявить дополнительных 18 случаев рака предстательной железы, чтобы спасти одну жизнь. Это данные последнего публикации по данному исследованию. И вот если все это суммировать с помощью графика, что мы получаем? Мы получаем, что вот это все, вот эти все те самые люди, которые должны проходить скрининг. Вот это вот все будет в порядке у этих людей, которые вот синего цвета. Часть графика. Вот здесь, если посмотреть, сколько будет положительных тестов... Да, здесь, прошу прощения, здесь вот это все, вот это будет положительный тест ОПСА. Вот здесь, вот этим будет выполнена биопсия, потому что 140-170, да, прошу прощения. И самое главное. Вот эти случаи, которые выявятся и без скрининга. То есть, будем мы проводить скрининг, не будем мы проводить скрининг. Вот это вот количество случаев будет выявлено и без скрининга. Вот эти случаи будут найдены благодаря скринингу. К сожалению, вот эти вот люди умрут от рака предстательной железы. И скрининг спасет вот этот вот маленький, вот этот вот маленький квадратик отсюда. То есть, вот этот маленький квадратик от всех вот этих заболевших или вот от всех вот этих дополнительных, у которых нашли заболевание. Что дальше? И вот, собственно, первый вывод из всего этого. Скрининг снижает смертность от рака предстательной железы. Это мы видим из этого исследования. И второй, на данный момент, исходя из баланса пользы и вреда, скрининг не рекомендован, потому что то количество гипердиагностики, то количество выявляемых дополнительных опухолей, которые не являются причиной смерти, оно не позволяет нам на данный момент рекомендовать популяционный скрининг в качестве программы. И когда мы хотим обсуждать что-то с пациентами, желательно представлять такой график и объяснять, что с ними случится, если они начнут выполнять скрининг. Что дальше? Сейчас в Финляндии запущено исследование про скрининг. В отличие этого исследования от тех, которые были до этого, добавляются два теста. Каликриновая панель добавляется и добавляется МРТ. Насколько я видел в программе, сегодня будет обсуждаться МРТ, в том числе от перерыва и предстательной железы. И в зависимости от мужчины переходят от одного этапа к другому, при наличии положительных тестов биопсия выполняется только в самом конце, в случае, если все они положительные. И они возвращаются назад в скрининг с разными причем интервалами, если они на каком-то из этапов отрицательные. И можете ознакомиться с публикацией и посмотреть, что в принципе нас ждет. Но результаты этого исследования будут доступны через 10-16 лет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...